Реагируя на видео, распространенное в публичном пространстве, на котором видно, что в одной из комнат Далгоповского территориального центра социального обслуживания пенсионеров, в котором находятся клиенты учреждения, с потолка течет вода, руководство городской думы немедленно запросило объяснение администрации пансионата и подрядчика, проводящего работы по реконструкции здания. Выяснилось, что инцидент прошел во время замены кровли, в ночь с 11 на 12 июня. Была буря, и сильный порыв ветра частично сорвал гидроизоляционную пленку, покрывающую крышу. Администрация пансионата сразу же проинформировала подрядчика, и протекание крыши было оперативно устранено. Ремонтировалась определенная часть крыши. В комнатах под этой частью крыши, где проводились ремонтные работы, клиенты были выселены. Но в ночь с 11 на 12 июня был сильный дождь, и вода с участка, на котором проводился ремонт, она затекла в близлежащие комнаты. Но в короткое время клиенты были расселены из этих комнат, и ситуация устранена. После получения информации, наши бригады оперативно принялись устранять последствия ливня и последствия затекания в смежные помещения. Мы производили мониторинг ситуации, и в случае, если появлялись остаточные вода с панели, мы ее убирали. И после того, как затекания больше не было, мы произвели косметический ремонт помещений, и все. Как бы сейчас никаких там нету последствий. Руководство Думы продолжает следить за ситуацией в пантеонате и в связи со случаями COVID-19 в учреждении и реконструкцией, которая на некоторое время приостановлена. В начале декабря было получено письмо от подрядчика о приостановке строительных работ на объекте, так как среди сотрудников компании были констатированы случаи заболевания COVID-19. Следуя рекомендациям СПКЦ, строительные работы планировалось полностью возобновить 15 декабря, но из-за чрезвычайной ситуации в учреждении, связанной с заболеванием сотрудников и клиентов, участники строительного процесса были вынуждены продлить технологический перерыв до улучшения ситуации. На данный момент в пантеонате ведутся работы по консервации вне помещений. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугуповской городской думы.